В данном видео я расскажу вам про паучиху Мисс Энити. Вы узнаете о ее способностях, всех появлениях, происхождении, характере, о том, как именно она выбирает своих жертв, а также о многих других интересных моментах. Если вам все понравится, то другие монстры Крип ТВ не заставят себя ждать. Первая короткометражка совсем не страшная, зато основана на реальных событиях. Как вы думаете, зачем англичане во время Второй мировой открыли завод по производству мин в форме верблюжьих лепешек? Все потому, что у немецких танкистов была странная примета на удачу – перед боем проехаться по верблюжьим лепешкам. Английская разведка это быстро поняла и доложила начальству. Так и был открыт завод, штампующий мины в такой причудливой форме. Вы тоже можете поразить врага тем способом, который он ожидает от вас меньше всего. Скачивайте World of Tanks и используйте самые смелые приемы. Давите врагов собственным весом, боритесь в открытом поле или сталкивайте их с высокого обрыва. Каждый бой не будет похож на предыдущий, а каждый новый класс бронетехники в вашем ангаре заставит смотреть на игру по-новому. Регистрируйтесь по моей ссылке в описании и получите 7 дней премиума. Премиум танк Т2ЛТ и 400 тысяч кредитов. В бое, командиры! Итак, Мисс Энити. Поговорим мы само собой обо всем по порядку. Всего на данный момент вышло 3 эпизода про обсуждаемого монстра. Но их уже с головой хватает, чтобы сделать все необходимые нам выводы. При просмотре может показаться, что Мисс Энити раньше была вполне себе обычной женщиной, которая сошла с ума и превратилась в жуткую тварь, после чего начала убивать людей. Но все совершенно не так. Хэлли Энити действительно фигурирует в сегодняшних короткометражках. Она была писательницей, помешанной на моде и стиле жизни 60-х годов. Женщина считала, что мир живет по неправильным понятиям, что истинные ценности остались где-то в середине 20-го века, в то время как сейчас все стали вести совершенно неправильный и неподобающий образ жизни. По мнению Хэлли Энити, мужчина должен работать и не брать на себя никаких обязанностей по дому. Мальчик должен быть сильным и мужественным. Женщина должна быть ярой домохозяйкой и послушной женой. Девочка должна следить за своей фигурой. И так далее, и тому подобное. Только так можно было стать счастливой, по мнению Хэллин. В целом, если не относиться к таким идеям экстремально, то в них не было ничего плохого. Вот только для нашей поехавшей мадам все было очень серьезно. Все бы и ничего, но Хэллин в какой-то момент перешла черту. Она выпустила книгу под названием «Уроки жизни с Миссенити», в которой давала не просто вредные, а опасные для жизни советы. Читателям и критикам такая литература по душе не пришлась, и на женщину обрушилась волна негатива. Ее книги запретили, ни один издатель больше не хотел иметь с ней ничего общего, а друзья и поклонники отвернулись от нее. Не выдержав подобного отношения, почитательница стиля 60-х годов вынесла модный приговор сама себе. Она повесилась. Причем сделала это она за шесть месяцев до начала событий в первой серии короткометражек. И вот тут-то уже и происходит появление нашего чудища по имени Миссенити. Началось все с обычного паучка, который полакомился странным фиолетовым кристаллом, а после заполз в книгу «Уроки жизни с Миссенити» и трансформировался в жуткую паучиху. Тварь стала считать себя настоящей Хэллин Энити, и решила начать воплощать советы из своей книги в реальной жизни, благодаря своим новым сверхъестественным способностям. В качестве своих охотничьих угодий она выбрала место, где писательница совершила самовыпил – апартаменты Бричпорт. Ну а теперь давайте чуть подробнее остановимся на том, как произошла сама трансформация и что это за фиолетовый кристалл такой. Все короткометражки КрипТВ, или по крайней мере большая их часть, объединены в единую вселенную. Кристаллы, также именуемые осколками мучений, периодически встречаются в тех или иных выпусках, становясь причиной трансформации людей в монстров. Сами кристаллы попали в наш мир из плана мучений, жуткого измерения, населенного разными чудищами. Слово мучения, как вы уже поняли, дальше будет встречаться довольно часто. Периодически между тем и нашим измерениями образуются трещины, открывая проход из одного в другое. Также кристаллы мучений могут создаваться уже в нашем измерении, когда энергия из плана мучений попадает в наш мир и впитывается какими-нибудь полезными ископаемыми, например, кварцем или любым другим минералом, меняя в процессе их свойства. Получившиеся таким образом осколки мучений, способны превращать живых существ в монстров, но для этого нужно, чтобы были выполнены определенные условия. Воздействие сверхъестественных кристаллов на человека должно сопровождаться какими-либо мучительными процедурами. Например, это может быть физическая боль или даже смерть, в перемешку с психологическими аспектами. Мальчик по имени Лоуренс был атакован хулиганами, которые порезали его осколком, приговаривая, что он свинья. В итоге он превратился в свиноподобного истязателя и поубивал своих мучителей. Девочка Лексе, подавленная из-за смерти матери, почти утонула в пруду, переполненном энергией осколка, превратившись из-за этого в жуткое чудище по имени Скорбная Кость. В случае с Миссенити, паучок, проглотивший или слившийся с осколком мучения, вошел в контакт с книгой Уроки Жизни, и благодаря ее ужасному содержимому превратился в монстра. Прежде чем поговорить про сами короткометражки, в которых появилась наша сегодняшняя героиня, давайте обсудим ее способности и выбор жертв. Став Миссенити, паучок начал нападать на тех людей, которые по тем или иным причинам не придерживаются социальных норм поведения, присущих Америке середины 20 века. Как я уже говорил, это может быть мужчина, желающий быть дома с дочерью, чтобы заботиться о ней и воспитывать, вместо того, чтобы полностью всего себя отдавать работе. Или же юноша, предпочитающий проявление маскулинности, косметику и мальчиков. Под удар попадают и женщины, набравшие лишний вес. Что для правильной дамы, по мнению паучих, является чем-то непростительным. Тут стоит понять одну важную деталь. Мисс Ионити выбирает в качестве своих жертв лишь тех, кто не может до конца определиться с выбором. То есть, если вы мужчина и сидите дома с сыном или дочкой, и вас это устраивает, вы вне опасности. Но если вы занимаетесь дома детьми, но при этом разрываетесь от желания заняться работой в офисе, то вы в зоне риска. Другой пример. Если вы очень хотите похудеть, но постоянно изображаете ночного пожирателя, а потом ноете, что не влезаете в любимые брюки, то Мисс Ионити, скорее всего, придет за вами. А если вы колобок, и вам на это плевать, то вам ничего не грозит. Все это, кстати, указывает и на отличный способ борьбы с этим монстром. Если вы во время нападения отбросили нерешительность, и окончательно определились со своими взглядами, то паучиха оставит вас в покое. Правда, сделать это очень сложно, и сейчас я объясню почему. Понимая, что жертва может оказаться сильной в психологическом плане, Мисс Ионити прибегает к ряду хитростей. Самой главной из них является сверхъестественный яд. Этот ядовитый нейротоксин, действующий на нервную систему добычи, делает ее более слабой и податливой перед воздействием монстра. Яд вызывает галлюцинации, которые мешают человеку сделать правильный и окончательный выбор в своих взглядах на жизнь. Вместо этого жертва становится еще более нерешительной и охотнее принимает уроки, которые пытается преподать Мисс Ионити. Кстати, если вы соглашаетесь со взглядами паучихи, изложенными в ее книге, то она вас убивает и забирает в свое логово, в котором делает из вашего тела эдукую диораму, наглядно изображая эти самые уроки жизни. Сам яд в тело человека попадает через укус. Действует он моментально, после чего у человека начинает идти черная жижа. Согласно словам одного из сценаристов короткометражек, это вытекает мозговое вещество жертвы. Другой удобной способностью Мисс Ионити является создание проходов, благодаря которым она и может свободно перемещаться по всему дому, где она и ловит свои цели. Проходы эти напоминают потайные двери, о существовании которых знает только сама паучиха, а расположены они между стен на потолке и под полом. Биология и физиология у нашего монстра соответствуют пауку. Она может спокойно лазить по стенам и потолку, а также протискивать свое тело даже в самые узкие щели. Кстати, интересный факт. Короткометражки про Мисс Ионити поставил тот же человек, что и всю серию о Лук Си, Лэндон Стаммер. У этих тварей противоположная философия. Лук Си хочет, чтобы жертва отпустила свое прошлое, в то время как Мисс Ионити хочет, чтобы все только о прошлом и думали. Как я уже говорил, про сегодняшнюю злодейку снято пока что три коротких метра. Первые повествуют о молодой девушке по имени Анна, которая одержима желанием быть стройной. Несколько лет назад она была успешной фигуристкой с тоненькой талией, но сейчас поддерживать свои формы у нее получается с большим трудом, хотя она этого очень хочет. Она даже сдавливает свой живот измерительной лентой, но это не помогает. Мисс Ионити находит ее и кусает, распространяя яд по телу. Для начала паучиха на зеркале изображает то, к чему она должна стремиться, а затем нападает на нее. Схватившись за ленту, монстр якобы начинает затягивать свою жертву внутрь зеркала, однако все это является лишь эффектом от распространившегося по телу яда. Ионити все сильнее тянет Анну, сдавливая ее талию. Сначала девушка сопротивляется, на мгновение даже пытаясь отказаться от своих взглядов об идеальном теле, но увидев в отражении, что из-за измерительной ленты она стала стройнее, она поддается воздействию паучихе, после чего та ее убивает и утаскивает в подвал. Следующая история рассказывает про Питера, молодого отца, который пытается совмещать работу с желанием быть ближе к жене и новорожденной дочке. Получается не очень, из-за чего мужчина разрывается на части. Опять же Мисенити приходит к нему и кусает, после чего герои начинают преследовать галлюцинации. Из-за воздействия яда Питеру мерещатся то говорящие куклы, то сам монстр вылазит из его компа. В какой-то момент даже уже становится непонятно, живы ли его жена и ребенок. Поддавшись уроку Мэнити, мужчина погибает от ее лап. Последняя короткометражка рассказывает о Джейкобе, молодом парне, который не может определиться в своей ориентации. Из-за этого ему достается от одноклассников, а родной отец на него плевать хотел. Мисенити кусает его, а после начинает запугивать и мучать галлюцинациями. Сначала Джейкоб почти поддается воздействию твари, но после принимает себя именно таким, каким он хотел быть, но стеснялся. Поняв, что она проиграла, паучиха уходит. Чуть позже Джейкоб решает поговорить со своим отцом, чтобы раз и навсегда обсудить все спорные моменты. Однако в гостиную он находит лишь его мертвое тело, которое затем Мисенити забирает в свой подвал. В конце нам показывают всех жертв сегодняшнего чудовища, которые выступают в качестве коконов для детеныша Мисенити. Особого скрытого смысла в короткометражках нет, так как в отличие от Лукси, взгляды и поступки паучихи крайне прямолинейны и понятны. Основной же посыл это принимать себя таким, какой вы есть, и не бояться перемен. Это все на сегодня. Если вам понравилось, брызгайте в экран своей паутины вверх. Спасибо, если к вам подходит паучиха с какими-то странными неопределенными целями. Помните, что есть одно средство, которое решит все ваши проблемы. Нет, милая, пакетик оставь. Он тебя очень ведет. Ты мне очень красива. Например, это может быть как... Например, это может быть физическая боль или даже смерть. Например, это может быть физическая боль или даже смерть в перемешку с психологией, сука. Например, это может быть физическая боль или даже смерть в перемешку с письками. Короткометражки про Мисс Энити поставил тот же человек, что и всю серию Аллула. Питер Паркер смотрит на Мисс Энити. В планах у него маленькие спайдер-менники. Мисс Энити же хочет Человека-паука наказать. Ибо нехер ее уроки не соблюдать. Продолжение следует...